Последние два месяца жителям Южной столицы начали поступать сообщения об угрозе землетрясения. Как на это реагировать и стоит ли паниковать? Журналисты нашего канала решили узнать сейсмопрогнозы на ближайшее будущее в Институте сейсмологии города Алматы. Каждый день на сейсмических станциях Алматы ведутся исследовательские работы, дабы спрогнозировать подземные колебания и заранее оповестить об угрозе землетрясения жителей города. По последним прогнозам, малые сейсмические события были зафиксированы с конца декабря до середины января. Директор Института сейсмологии Анвар Боранбаев призывает горожан не паниковать и не реагировать на информацию в социальных сетях, где зачастую людей запугивают ложными прогнозами. Паники быть не должно. Как вы видите, начиная с 2017 года, какие бы события не происходили, мы стараемся информировать население, но все равно проскакивают в социальных сетях, что там все страшно, все плохо. Мы стараемся информировать как средства массовой информации. Правда, не все председательства массовой информации правильно доводят население то, что мы сказали. Также Анвар Боранбаев добавил, что пока не может дать сейсмопрогноз на ближайшее будущее, но надеется, что земля под ногами жителей будет спокойна и безмятежна. Каждую неделю мы делаем такие прогнозы, то есть краткосрочные, и до конца января мы должны завершить свод всех зафиксированных событий, чтобы спрогнозировать уже так называемую среднесрочную перспективу, то есть это до года. На сегодняшний день я ничего пока сказать не могу. Надеемся, что ничего не будет. Чтобы выявить опасные сейсмические волны, необходимо обновить оборудование. Старая техника уже устарела и не подлежит эксплуатации, открыто заявляет Анвар Боранбаев. Оборудование есть, но оно уже практически исчерпало свой ресурс. Я, конечно, благодарен нашим техническим специалистам, которые поддерживают его в более-менее рабочем состоянии, то есть не сегодня, а завтра оно выйдет и строит. Но помимо сейсмических станций, за прогнозами обращаются и к вот таким милым животным. Визуальное наблюдение за поведением попугаев, ящериц, кроликов и многих других животных проходит каждые три часа. Ну а поведение этих змей проверяют специальными датчиками. Наблюдение проводится уже с 1995 года. За это время накоплен опыт выявления аномального поведения животных и выявлены границы нормального поведения. То есть мы можем судить по поведению животных о том, влияет на них что-то, идет какая-то угроза. Углавливают они изменения каких-то полей. У нас работает прибор регистрации двигательной активности змей. Они проходят вот здесь через датчики. Прибор устаревший, сейчас проводится модернизация, изготавливается новый. Но во всяком случае с этим прибором мы зафиксируем суточную активность змей. Исходя из всего вышесказанного, мы надеемся, что документы и аптечки у жителей города всегда наготове. Ведь у большинства людей степень доверия устаревшим приборам и поведению животных далеко не лучшая. Тем не менее, в оперативности работы сейсмических станций можно не сомневаться. Анвар Баранбаев уверяет, что оповещение народа об угрозе землетрясения происходит в течение 7 минут после выявления природного катаклизма.